Всем привет! Вы смотрите видеографию на сайте кадр.ком. В этот раз мы поговорим о съемке видео с таким приспособлением, как фоллоу-фокус. С помощью него можно удобно и точно управлять как фокусом, так и зумом. Для начала нам понадобится риг, на который мы будем крепить все наше добро. В качестве камеры будем использовать беззеркалку Sony A6000 с APS-C сенсором. А вот насчет выбора объектива придется перезадуматься. Ведь если на кольцах вашей линзы не будет нормальных зубцов, то шестеренка фоллоу-фокуса будет просто пробуксовывать. И о точной фокусировке можно будет вообще забыть. Этот недостаток легко исправить с помощью опциональной накладки с большими зубцами, сжимающей кольцо. Второй момент – ширина этого самого кольца. Иногда встречаются настолько тонкие экземпляры, что прицепить наш девайс просто не получится. Как вариант использовать для беззеркалок большие объективы от зеркальных камер через переходник с широкими кольцами зума и фокуса. И третий нюанс – расположение кольца на объективе. Если оно окажется слишком близко к байонету, то фоллоу-фокус просто упрется в рукоять камеры. Если зум не нужен, то лучше, конечно, юзать светосильные фиксы. Так у вас будет больше свободы действий в реализации разных творческих задумок и съемки в любых условиях. Ну а если менять объективы времени нет или нужно делать наезды-отъезды, тогда уже смотрим на зумы. Чем светосильнее, тем лучше. Хотя и линзы с постоянной диафрагмой f4 для видео хорошо подходят. Объектив выбрали. Что делать дальше? Теперь нужно решить, как наводиться на резкость. По дисплею будет тяжело точно попасть в цель, особенно со светосильной оптикой, например, с полтинником 1.4. В нашей камере есть два варианта. Включить цифровой зум, который активируется автоматом после проворота кольца, или воспользоваться фокус-пикингом. Цифровой зум гарантирует максимальную точность наводки, но вот контролировать общую сцену становится затруднительно. Для постановочной съемки используйте именно его. С фокус-пикингом вы постоянно видите всю сцену, а контуры объекта в резкости подсвечиваются ярким цветом. Интенсивность и цвет выделения контуров настраиваются в меню камеры. Ну и самый лучший вариант – подключить внешний дисплей с большой диагональю по HDMI и реально получить удовольствие от видеосъемки. Как же снять, например, человека, который идет на вас? Что цифровой зум, что фокус-пикинг для этого подойдут не лучшим образом, потому что вам нужно точно вести фокус и при этом остановиться в определенном месте. На большинстве фолу-фокусов есть пластиковое кольцо, на котором можно делать пометки маркером и затем снимать. Наводитесь на начальную точку движения, делайте отметку, просит стать человека в конечную точку, делайте еще одну. Теперь при съемке вы точно не промахнетесь, а с фокус-пикингом будете контролить, что все окей. В идеале это кольцо должен крутить ваш помощник, особенно если вы одновременно делаете еще и проводку. Не забывайте, что в такой съемке не стоит использовать слишком открытые диафрагмы. От F4 до F8 тут будет в самый раз. Еще один прием, который часто используется, съемка с проводкой и изменением фокусного расстояния. Наиболее востребован именно отъезд от цели, для акцента в начале на объекте и в конце на окружающей обстановке. С фолу-фокусом такое проделывать очень просто, достаточно лишь попрактиковаться. Хотя с другой стороны в арсенале Sony есть объективы с функцией PowerZoom, отдельным рычагом на объективе, для плавного автоматического зуммирования с определенной скоростью. Так вам не понадобится два фолу-фокуса для одновременного управления зумом и фокусом. На этом все. В следующий раз мы расскажем о таком девайсе, как скейт-долли. Вы смотрели видеографию на сайте кадр.ком. Подписывайся, ставь лайк.